Одесситов оборовывают на одной только парковке на Лонжероне. Городской бюджет теряет около 2 миллионов гривен в квартал. К такому выводу пришел координатор антикоррупционного офиса Алексей Черный. Еще один способ переложить деньги из городской казны в карман частника. Манипуляции с тарифами на стоянках. Подробности в сюжете. За первые три месяца работы скандальной парковки на Лонжероне в городской бюджет поступило 116 тысяч гривен. По мнению Алексея Черного, это несравнимо меньше того, что зарабатывается на самом деле. Активисты провели эксперимент. Посчитали, сколько автомобилей паркуется здесь в выходной и будний день. Умножили эту цифру на тариф и получили неутешительные для одесситов результаты. Эта парковка принесла предпринимателям, которые там работают, более 4 миллионов гривен. Оплачено в бюджет из этой суммы, из 4 миллионов, было чуть больше 200 тысяч гривен. То есть в бюджет поступают копейки, 116 тысяч гривен в квартал, а в карман организаторам этой схемы ложится около 2 миллионов гривен. Куда же деваются пропавшие, по сути, из городской казны деньги? Они попадают на счета фирм-однодневок. Чаще всего это физические лица предпринимателей. За два дня до подписания договора физическое лицо регистрируется. И как только договор заканчивается, физическое лицо ликвидируется вместе со всеми документами. И в этот же день создается уже новая фирма-прокладка, уже новый ФОП. То есть предыдущий ликвидировался, в этот же день создался новый. А вот привлечь к ответственности КП «Транспарксервис», который и заведует парковками в городе, активистам никак не удается. Коммунальное предприятие обворовывает граждан этого города, обворовывает бюджет. И для того, чтобы скрыть следы преступления, отказывает в предоставлении информации, ссылаясь на коммерцийную тайныцу. Ситуация на стоянках не лучше. Активист приводит пример одну только стоянку, построенную самими жителями окрестных домов. А городской совет взял и передал эту стоянку все тому же «Транспарксервису». Уже из рук КП, без проведения конкурса, она попала на обслуживание частной фирмы. От ее эксплуатации в горбюджет попадает 55 тысяч гривен в год. Вместимость – 380 авто. Это при обонплате 200 гривен. В то же время на тех стоянках, до которых КП еще не добралось, ежемесячная плата всего 60 гривен. То есть переплата в 140. В масштабах Одессы, по данным парксервисам, 50 тысяч мест на стоянках, это составляет 140 умножить на 50 тысяч, 7 миллионов гривен в месяц. Или в год 84 миллиона гривен. Кроме того, заключая договор с этим оператором, автовладелец еще и не получает гарантии сохранности своего транспортного средства. По официальным данным, в Одессе 16 тысяч парка мест и 50 тысяч на стоянках. Цифра эта явно занижена, что позволяет чиновникам проводить мимо городского бюджета миллионы гривен ежемесячно.